Медиагруппа «Авангард» представляет Я представляю фонд Сколково, являюсь координатором Центра компетенции по нормативной регулированию цифровой экономики. Первая история с ЭДО и с машиночитаемой частью электронных документов – это раз. Во-вторых, это история с доверенностями, которые будут обсуждаться завтра, также машиночитаемыми. И третья история – это различные форматы электронной подписи, например, обеспечивающие долговременное хранение. Максимальный некомфорт, который есть сейчас в отрасли, связан с тем, что государство ужесточает требования к третьей доверенной стороне. Ну и, понятное дело, любое ужесточение требований всегда сопровождается определенным негативом. С другой стороны, довольно сложно спорить с позицией о том, что все без исключения способы использования сертификатов электронной подписи и все без исключения удостоверяющие центры безупречны. Да, всегда есть слабые стороны. Другое дело, что, возможно, метод решения мог бы быть другой, если бы было больше диалога. Наверное, поэтому эксперты очень озабочены происходящим изменениям. Ну и мы с вами понимаем, что сейчас, в общем-то, в кои-то веки началось реальное внедрение электронного документа оборота. В предыдущие 15 лет больше разговоров про это было, чем внедрение. Сейчас идут реальные процессы, можно реальными метриками оперировать. Ну, когда реальные процессы идут, есть реальные проблемы, которые надо обсуждать, наверное, поэт. Поскольку Сколково занимается стартапами, а сейчас явная стартаперская стадия, то могу вам сказать, что точно надо ждать пивотов. То есть разворотов, возможно, на 90 градусов государственной политики, возможно, несколько раз. Для того, чтобы сложился этот рынок и для того, чтобы он был для всех комфортен, очевидно, требуется много новых решений. Не все из них будут популярными, не все из них сразу будут рабочими. Поэтому я думаю, что для рынка будет много некомфортных ситуаций. Все наиболее существенное есть. Вопрос участия федеральных органов исполнительной власти, но с моей точки зрения, также довольно большое количество участников представлено. Может быть, больше живого диалога. В 2020 году все желают эффективно перестроиться на онлайн. У нас оффлайн мероприятие. Поэтому моя рекомендация все-таки тоже подумать про онлайн, потому что это в ряде случаев удобнее. Например, у меня был большой шанс сюда вообще не приехать.